Обзор игрового дня НХЛ. Этой ночью Владимир Тарасенко впервые вернулся в Миссури после обмена в Нью-Йорк. И нетрудно догадаться, что трибуны некогда домашнего интерпрайс-центра и бывшие одноклубники россиянина встретили его по-настоящему теплыми и искренними овациями в середине первого периода. Кажется, аплодирующая стоя толпа – лучшее доказательство того, что сибиряк не зря провел лучшие годы своей карьеры в Сент-Луисе. Однако в остальном перестроечные блюзмены оказались не такими дружелюбными к гостям с Бродвее и отобрали у них в овертайме достаточно важное очко, которое точно пригодилось бы команде Жерара Голана в битве за вторую строчку центрального дивизиона. Причем начали путь к победе хозяева в середине встречи с гола главного амбассадора Кунелуня в НХЛ Алексея Тарапченко, набравшего под конец сезона прекрасную форму отличившегося в пяти из шести последних матчей. На 28-й минуте любимый русский работяга Крайга Берубени дал Артемию Понарину сделать из себя дурачка в своей зоне, отобрал шайбу ногой и улетел в отрыв, поразив дальний угол Ярослава Голака. Не пожалел старых друзей на льду и сам Тарасенко, который сравнял счет в большинстве в самом начале третьего периода. Разумеется, слишком бурно праздновать шайбу Владимир не стал, буднично вскинув руки и оказавшись в объятиях новых товарищей. При этом уроженец Новосибирска через несколько минут имел все шансы оформить дубль благодаря классной поперечной передаче другого экс-музыканта Ника Миколы. Только замкнуть пас Финны на пустой угол он в итоге не смог. Зато за пару минут до конца третьего периода в большинстве 91-й номер гостей отличился важнейшим ассистом Винсенту Трачику и помог Ринджерам утащить матч в овертайм. Жаль, что в итоге его усилия перечеркнул гол Касперия Капанина. Выездной матч с Монреалем стал для Вашингтона первым после потери всех теоретических шансов на плей-офф. Теперь команда Питерала Виолетта, готовившая себя к раннему ходу в отпуск последние два месяца, в оставшихся четырех играх регулярки может сосредоточиться на улучшении индивидуальной статистики и своей главной задачи – помощи Александру Овечкину в погоне за рекордом Уэйна Грецки. Правда, пока эти две вещи получаются у игроков Капиталс весьма скверно. Сегодня столичные вдрызг провалили второй период, проглотив в нем сразу четыре шайбы, и без особой борьбы влетели канадиенс, проиграв уже пятый матч подряд. Хотя начиналось для гостей все достаточно неплохо. На шестой минуте Овечкин длинным пасом из своей зоны и транзитом через ногу Джоэля Эдмундсона нашел на красной линии Дилана Страума, и канадский центр не дал пропасть 32-й голевой передачи восьмерки мощнейшим кистевым под перекладину, быстренько выведя свою команду вперед. Однако в конце концов усилия первого звена Кэпс влетели в трубу благодаря сразу двум голам, пропущенным в большинстве во второй двадцатиминутке. Поэтому винить в этом поражении парни из столицы США, испогнившие себе и своим болельщикам концовку сезона, могут только о себе. Впрочем, еще сильнее этой ночью настрадалась тампа с Брайаном Эллиатом в рамке. Молнии попали под горячую рукой Лендерс, которые после победы Питтсбурга в параллельном матче рисковали на фоне двух собственных поражений подряд вылететь из зоны Уилдчарт на востоке. Не помогла команде из Флориды даже юбилейная, тридцатая шайба Никиты Кучерова, ставшая для гостей единственной. И если 37-летний канадец поплыл под тяжестью 42 бросков хозяев, то его визави Илья Сорокин буднично насобирал 30 спасений и не позволил своей команде поменяться местами в таблице с пингвинами, которые с разницей в полчаса разобрались с Миннесотой. Заслуженное звание третьей звезды матча прилагается. А вот Евгений Малкин в свои 36 лет продолжает идти по графику очко за матч и помогать спасать сезон Питтсбургу, который в последний раз оставался без матчей на вылет в далеком 2006-м, когда сам Джина еще даже не играл в МХЛ, а его друг малыш Сид только-только приехал в Пенсильванию. Забивает воспитанник магнитки в последние несколько месяцев не так часто. Благо он стабильно радует нас ассистентскими баллами. Разве кто-то после первого 80-очкового сезона за 5 лет скажет, что второй центр пингвинов не отрабатывает свои 6 миллионов долларов в год?